Большое историческое собрание. Историки, музееведы, литературные критики и филологи зачитывают письма Карамзина, цитируют его труды и говорят о личности историка и историчности его фигуры. То же самое в эти дни происходит по всей России, где чтут и помнят гений Николая Михайловича. В благодарности вашему региону и непосредственно самим ульяновцам за столь трепетное отношение к истории своей малой родины, подвижную деятельность в сохранении наследия великих земляков. Желаю вам дальнейших успехов и продвижения работы по изучению истории родного края, благополучия и новых интересных идей и проектов. Заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы Российской Федерации Александр Шолохов. О работе российского историографа знают не только в стране, но и за рубежом. Его наследие в Южной Америке сохраняет потомок, создавший там дом Карамзиных. Говоря о карамзинском прошлом и современной истории, на встрече Федор Богородский озвучил решение снять художественный фильм о Николае Карамзине. Для меня самое приятное то, что Николай Карамзина помнит. Его помнят, его труды помнят. И сейчас просыпается интерес к его трудам за пределами России. И одно из моих пожеланий сегодня было то, чтобы его труды были переданы на испанский и на английский языки. Потому что есть интерес у молодежи, но они не могут ничего прочитать. Нет возможности. Тем временем в России находят новые подходы к сохранению классики и популяризации чтения среди молодежи. Известная российская журналистка презентовала мобильное приложение, благодаря которому можно не только прочитать книгу в электронном варианте, но и, например, просмотреть всю описанную географию в произведении, личности героев, их взаимодействия. Говоря о сегодняшнем дне, мы понимаем, что не только история государства российского Карамзина, но и многие другие классические произведения, которые входят в школьную программу, их читать очень трудно. И мы, конечно, живем сейчас прямо на сломе эпох восприятия. А на закрытии третьего международного театрального фестиваля «История государства российского» говорили о новых формах и смыслах в искусстве. У современного театра современная подача. Не просто удивить игрой и передать чувства героев, но и отразить историю времени, что и случилось со спектаклем «Капитанская дочка» на сцене Ульяновского драматического в дни фестиваля. Сегодня театры очень многие задумываются о создании вот таких историко-краеведческих спектаклей, которые стали бы их визитной карточкой. И бог даст, что фестиваль под названием «История государства российского, отечества и судьбы» получит вот эту подпитку из регионов очень скоро. Ульяновский проект о 250-летии Карамзина прогремел на всю Россию. Регион получил признание и доверие со стороны Федерального министерства культуры. Намечены проектные планы, налажено сотрудничество со многими российскими и зарубежными партнерами. А молодое поколение заинтересовалось произведениями классика. Анжела Забашта, Александр Кудряшов, репортер 73.